Победа Дональда Трампа Победа Дональда Трампа Победа Дональда Трампа В том, что европейцы сами должны разбираться со своими проблемами, уверен и Франсуа Ланд. Президент Франции сегодня вновь прокомментировал будущее европейско-американских отношений в свете избрания президентом США Дональда Трампа. Накануне лидер Пятой Республики заявил, что выборы 8 ноября открывают период неопределенности, а сегодня, принимая в Елисейском дворце премьер-министра Дании Ларса Лёкерасмуссена, призвал ЕС проявить стойкость перед лицом новых вызовов. В числе вызовов вероятные опасения, связанные с тем, что победа Трампа укрепит позиции европейских популистов, призывающих к демонтажу содружества. Избрание Дональда Трампа президентом Америки обязывает европейцев действовать четко и ясно, чтобы суметь преодолеть стоящие перед нами проблемы. Нам предстоят переговоры с новой администрацией по определению формата отношений между ЕС и США. Европа хочет быть вместе с Соединенными Штатами, но она остается самостоятельной. Сотрудничать с 45-м президентом США хочет режим демонтажа, которого добивался 44-й американский лидер. Сирия заявила о готовности установить связи с новой администрацией Соединенных Штатов, если ее политика оправдает надежды. На сотрудничество с будущей администрацией рассчитывают и в разведслужбах США. По данным Washington Post, после избрания Дональда Трампа в спецслужбе испытывают страх и растерянность. Как объяснил экс-директор ЦРУ Майкл Хейден, он не встречал президента, который бы относился к работе разведки столь пренебрежительно. Материал моей коллеги Нины Шамуге о посттрамповских реалиях. «Трамп не мой президент, я не буду жить в страхе. Дональд Трамп, уходи. Расист, сексист, антигей». В США захлестнула антитрамповская волна протестов. Тысячи несогласных с избранием новым главой государства скандального миллиардера вышли на улицы. Самые массовые акции в штатах Нью-Йорк, Калифорнии, Орегон, Иллинойс, Техас, в округе Колумбия. Местом сбора демонстрантов, подавляющее большинство которых молодежь, стали гостиничные небоскребы строительного магната. Люди жгли флаги, разбивали витрины. Представители ЛГБТ-сообщества с транспарантами и флагами также вышли на улицы США, чтобы выразить недовольство, как они говорят, президентам-расистам из куклук-склана. «То, что он делает, несправедливо. Не понимаю, как люди могли проголосовать за насильника, расиста, сексиста. Он должен предстать перед судом. Не знаю, как можно отдать свой голос такому мусору. Он мусор, его надо выкинуть». Освободить улицы пришлось самим демонстрантам. В одном только Нью-Йорке, возле Центрального парка и перед небоскребом Трамп Тауэр, где проживает избранный 45-й президент США, полицейские арестовали 60 человек. Врасплох победа республиканца застала и Белый дом. Как признался представитель президентской администрации Джош Эрнест, почти каждый опрос общественного мнения о предпочтениях американских избирателей перед выборами 8 ноября оказался ошибочным. Крупнейшие американские СМИ прогнозировали победу кандидата от демократов Хиллари Клинтон. И именно это сыграло с Вашингтоном злую шутку, уверяет в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает поствыборную реакцию американского сообщества на победу Трампа следствием необъективной подачи информации западными СМИ, вводящими страну в заблуждение. Западные СМИ короли мейнстрима даже сейчас не могут признать, что оказались плохими экспертами. Именно так, плохими экспертами. Что их раскрученная аналитика – блеф. Причина провала проста – отсутствие объективности. Много лет, а последние годы агрессивно они внушали всем мантру о плохой России, как причине всех бед. Потом настолько заговорились, что и сами в это начали верить. Конечно, в этих условиях результаты выборов в США стали для них и их аудитории неожиданными. Трамп начал свою речь как избранный президент Соединенных Штатов Америки, с чем я вас всех и поздравляю. В России, напротив, если судить по реакции депутатов Госдумы, рады именно такому исходу. Трампа, в основном благодаря тем же западным СМИ, большинство россиян расценивает как своего человека в Белом доме. Но искушенные политики готовы делать выводы не на основе предвыборной риторики республиканца, а на основе его действий уже в ранге президента. Что касается Трампа, он сделал немало обнадеживших заявлений, но реальная политика бывает иногда прям противоположная. Я встречался с Обамой, когда его только избрали, долго беседовал. Мне казалось, это социализированный человек, который будет решать достойно мировые проблемы. Но вместо этого получили одну военную авантюру за другой. А с нами отношения вообще расстроены. В Москве надеются, что Трамп проведет работу над ошибками Обамы и восстановит испорченные американо-российские отношения. А начнет 45-й президент США с того, что смягчит, а то и вовсе отменит санкции. Во всяком случае, в России хотят в это верить. Нина Шамуге, RTVI Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на RTVI у моих коллег. У меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. И как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова